Приветствую всех. Будьте благословенны. Хотел записать, зачитать письмо главного пасторя Ким Дэвида Моксанима. Шалом, дорогие братья и сестры, любящие Господа и Израиль. 2020 год, как никакой другой, который нам осталось чуть-чуть пережить. У нас комендантский час. Пастор пишет из Лошанзелеса, из Америки. Мы до сих пор ограничены в общении, как никогда раньше. Мы не встречались в этом году на наших тридцатьдецах. Мы видим все признаки кончины века. Невероятное разрушение от ураганов, смерчей, пожаров, наводнений по всей стране. Мы видим, как прессуют нашего президента Дональда Трампа, как никого другого из всех президентов в истории США. 3 ноября прошли выборы, но результаты еще не подтверждены, не подведены. Сегодня на карте стоит будущее нашей страны. Лодки наших жизней находятся в центре шторма. И нам кажется, как ученикам Иисуса Христа, что Господь спит, и Ему нет никакого дела до нашего президента и до всех нас. Но именно сейчас лучшее время для каждого из нас и для нашего президента, чтобы в молитве возвести очи свои горам, откуда придет помощь нам, и обратить наши сердца к Богу, который с нами во веки веков, и в штормы, и в бури, не оставит нас и не покинет нас, прибудет с нами до скончания века. О, наше убежище и сила, который помощник в беде. Разбудим же нашего Господа громким взыванием к Нему в молитве. За президента Дональда Трампа, за исцеление сестер Люды Игнатьева Сакрамента Вероники, Галиевой из Германии, сноха пастора Мусы. Врачи говорят, что ей осталось считанные дни. Любви Гайдар, Кати Пак, за полное исцеление пасторов Глеба Самборского из Израиля, Бронислава Ли, Зинаида Самоним, Саймона Ким, за исцеление брата Владимира Тян и деканов Менсена Цоя Дмитрия Макаеда, за восстановление после операции супруги Анны. За всех, кто находится сейчас в Торме, с любовью и благодарностью, пастор Ким и Самоним Арина. Поэтому у нас просьба такая, да, ну и мы также помолимся за всех тех, кто еще, пока еще не выздоровел, кто инфицированный. Я вернулся с города Бургас, буквально позавчера у нас была встреча с благовест Екатериной Бейлевым. Вот они только вышли из больницы. Пастор Илки Евтимов, тоже привет передают нашей церкви, пастор Пенисянской церкви Бургаси, тоже вышел из больницы с перенесенным коронавирусом, в таком ослабленном очень состоянии. Разговаривал с пастором Живко, тончивым, самая большая церковь Бургаси, которая на две недели прерывается и проводит служение только в онлайн-режиме. Разговаривал также с пасторем Стефаном Димитровым в городове за Иисус. Тоже они прерываются, не собираются сейчас вместе, а в онлайн-режим проводят богослужения. Наша церковь имеет привилегию в том плане, что мы сейчас здесь. Кто самый закаленный, да, пришел сегодня, и, слава Богу, Господь нас так хранит, что, ну, по крайней мере, вашего пасторя, ну, я могу за себя сказать, что хранит, потому что я работаю и с инфицированными, и помогаю восстанавливаться, но Бог меня так хранит, что я, слава Богу, что в здравии, в силе, я благодарю, скорее всего, это по вашим молитвам, да, по молитвам святых. Спасибо большое за молитвы. Давайте мы встанем сегодня, помолимся за Церковь Божию, за события, которые происходят в мире. И, да, я тоже, вот, ну, реально, Дональд Трамп, да, в моем представлении, это особенный пастор. Вот сейчас Ким Дэвид пишет, что на него сейчас оказывается такое давление, как ни на какого президента за всю историю Америки. Потому что он осмелился говорить, будучи президентом Америки, о Боге, поднял Библию, да, начал делать какие-то оплёные такие молитвенные забрания, ничего себе. И это ещё и там в правительстве, да, в правительстве, в Белом доме. Вот чего осмелился наш брат. Поэтому давайте мы вступимся, да, за... Я не знаю, кого... Ну, просто в последнее время понятно, что ситуация такая. Но всё, мы верим в то, что всё в Божьих руках, всё под Божьим контролем. Господь, мы вступаемся прямо сейчас за всю ситуацию в мире, Господь, очень. Аллилуйя, Отец. За Болгарию целенаправленно, за наш город Варн. Продись по городам, начиная с Софии. Пловдив, Господь, очень. Велико тырного. Господь, пусть Твой Дух Святой просто, Господь, сжигает всё то, что не угодно Тебе. И Слово Божие говорит, что Бог, ищущим Его, воздаёт. Аллилуйя, Отец. Ты воздаёшь Бог только тем, кто ищет Тебя. Покажи вот в этом испытании, кто действительно Тебя ищет. Веру испытанную, чтобы мы вышли из этого огня закалённые, как обожжённые сосуды, как кристаллы, как драгоценные изумруды, которые формируются под мощным давлением, как бриллианты в Твоей руке. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за то, что тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. И наша война не против крови и плоти, но против мироправителей, против начальств. Тьми века сего против духа в злобе поднебесной. Мы, Господь, Аллилуйя, Отец, имеем Твою власть, Твою силу и Твою победу. И мы ещё и ещё раз продолжаем, чтобы при Тобой, Иисус Христос, склонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. Иисус, Ты победитель. И мы в Твоей победе, Господь. И мы стоим, и врата ада не одолюют нас, потому что мы церковь живого Бога, церковь всемогущего. И огонь Святого Духа поедает пред нами, Господь, всех врагов, всех тех, кто противостал самому Господу Иисусу Христу, всех безбожников, всех антихристов, всё то, что противится святому, помазанникам Божьим. Аллилуйя, Отец. Всё прямо сейчас уходит. Во имя Иисуса Христа, Господь Иисус Христа, Господь Иисус Христа. Аллилуйя, Отец. Благослови наше служение сегодня. Дай нам воистину воздать Тебе всю славу, всю честь и хвалу от всех наших сердец, потому что мы любим Тебя от всего сердца, от всей души, от всего разумения, от всей крепости нашей. Аллилуйя, Отец. Аллилуйя. Поклоняемся нашему единому Богу. Мы молились в молитве согласия на этом месте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя нашего Господа Иисус Христа. И Церковь Иисус Христа доскажет Аминь. Давайте Его прославим нашего Господа. Аллилуйя.